Как важно нам, дорогие, проводить сегодня, особенно в эти непростые времена, жизнь благочестивую, жизнь христианскую, жизнь по Евангелию. Многим кажется это очень трудно, но это очень важно для спасения, потому что враг наш с вами, общий враг, дьявол, как лев рыкающий, ищет кого поглотить. К сожалению, многие люди без внимания относятся к этой строчке евангельского благовестия, ведь дьявол реально существует, и он может влиять на людей, он может вселяться в людей, он может управлять людьми, которые не верят в Бога и не осеняют себя крестом, не подвязаются, то есть не спасаются, не усиливаются, о чем говорит Спаситель наш через Божественное Откровение. Царствие Божие усилием берется, и употребляющие усилия восхищают Его. И сегодняшнее евангельское чтение, которое положено на воскресный день, рассказывает нам о некой женщине-язычнице, которая пришла для того, чтобы попросить исцеления своей больной дочери. А чем была больна ее дочь? Она была бесноватой. И она просит исцелить Иисуса Христа, беснующуюся дочь. Давайте еще раз думаем. Может быть, это была какая-то болезнь тела? Может, это был какой-то воспалительный процесс? Это был удивительный процесс воспаления разума, рассудка. Она была не просто не в себя психически расстроена, она бесновалась. А мы с вами из Евангелия знаем, что беснующийся человек, он ведет себя неадекватно. Он кричит, шумит, он раздражается. Он готов упасть на пол, как это было с бесноватым евангельским, который падал и в огонь и в воду, и пена исходила изо рта его. И вот эта несчастная женщина, язычница, зная, что мимо этих мест проходит Спаситель Иисус Христос, подходит и просит исцелить ее беснующуюся дочь. Еще раз напомню, как важно нам, родителям, не забывать об этой женщине, которая не знала Христа, но шла за Ним, потому что просила от Него помощи своей дочери. Во-первых, она любила свою дочь. Во-вторых, она понимала, что все, что было предпринято, не помогало, ни врачебные, никакие средства дополнительных каких-то воспоможений, не имели никакой силы. Только Христос. И она поверила в то, что Он может, потому что Он может все. Она его не знала, но верила в то, что Господь может спасти ее дочь. Давайте, дорогие братья и сестры, немножко поразмыслим. А сколько среди нас родителей, а может быть даже и крещеных детей, которые сегодня реально одержимы духом мира, духом злобы, духом раздражительности, духом зависти, духом непослушания, духом гнева, духом тщеславия. А почему это происходит? И вот не ответив на этот вопрос, нам не понять, а как же исцелить наших с вами детей? И ответ может быть только один. Это примером своей христианской жизни, подвига. Потому что дьявол содержал, то есть как бы держал в своих мерзких объятиях эту дочку, пананеемки. А что же нужно было сделать? Нужно усиливаться. Чтобы вырваться из рук сильного, нужно усиливаться. И Господь дает ей возможность за ее смирение, исцеление ее дочери. Больше того, он удивляет своей смирением, говорит, О, жена, веря и вера твоя, да будет тебе по вере твоей. Какие удивительные слова. По вере нашей с вами и нам с вами да будет. Если наша вера будет слабая, если она будет заканчиваться только церковной оградой, а там мы будем, как все, одеваться, как все, смотреть все, что смотрят все. Вот давайте, дорогие мои, заботиться о спасении своих душ, о спасении душ наших детей, чтобы они не были бесноватыми. А какая радость видеть папу с мамой в церкви, дома, за одним столом, на прогулке, вместе. Где это сейчас православие? А потом мы задаем, а где дети в церкви? Потому что их уносит другой ветер, не попутный, а встречный. Вот давайте мы вернемся домой и что-нибудь хорошее откроем в кругу семьи. Пусть вот даже короткую притчу с детьми, прочитайте. О блудном сыне, например. Откройте, прочитайте и поразмышляйте. Вот как ты думаешь, чем закончилось то, что так хорошо начиналось? Или, допустим, Дмитрия Ростовского, сегодня память этого святителя. Давай почитаем. Жития Дмитрия, того же Ростовского. Или как мы с вами вчера разбирали священномученика Ипатия и пресвитера Андрея. За почитание икон у них сорвали волосы и кожу с головы. Им на голове разводили костер из икон. Осмолили бородой смолой и поджигали. За что? За то, что они смотрели на образ Бога и поклонялись воскресшему Христу. Вот время было какое-то. И они стояли в двери. Почитай об этих подвигах. Ты поймешь, что в храме это что-то такое, ради чего люди умирали. Вот, наверное, стоит жить только ради того, ради чего можно и умирать. С праздником вас, отдания Креста в воздвижение. Осеняйте чаще себя крестным знаменем. Проверяйте у себя крестик. Осеняйте крестным знаменем свою дорогу, всех своих родных и близких. И в завершение хочу вам дать один совет, без которого не проживайте ни одного дня. Пожалуйста, его запомните. Никакое дело, христиане православные, не начинайте без благословения. Проснулись? Господи, благослови на день грядущий. Накрываешь стол, хозяюшка? Господи, благослови. Нарезать, налить, собрать, очистить, приготовить. Делаешь любой день. Господи, благослови. Господи, благослови начать. Без этого пусть ни один день в вашей жизни не проходит, дорогие. Второе. Пусть ни один день не пройдет в вашей жизни без благодарности к Богу за то, на что вы и спрашивали благословения. Вот это и есть страх потерять любовь к Богу каждому из нас. Давайте приобретать молитву в посещении храма. И пусть Господь молитвами святых угодников Божьих, которых мы сегодня празднуем, поможет всем нам.